10 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. В Славянском районе, помимо представителей Краевого парламента, будут выбирать глав четырех сельских поселений. Также пройдут дополнительные выборы депутата городского совета по одномандатному избирательному округу номер 2 и депутата районного совета по Маевскому двухмандатному округу номер 1. О том, сколько кандидатов зарегистрировано и как будет проходить голосование, нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков. 4 августа завершена регистрация кандидатов в депутаты как Законодательное собрание, так и в депутаты наших муниципального образования Славянского городского поселения и глав сельских поселений, четырех поселений. Это у нас идет Забойская, Рисовая, Протокская, Голубая Нива. Значит, если рассматривать отдельно каждый вид выборов, депутаты ЗСК подали пять заявлений. Все пять человек зарегистрированы, они представляют пять партий. Это ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Единая Россия и Коммунистская Россия. Вот эти пять партий будут представлять, кандидаты будут представлять эти пять партий. Но и также эти пять партий будут идти у нас в целом по краевому избирательному округу. Поэтому в день выборов каждый избиратель, придя на избирательный участок, получит два избирательных бюллетеня. Один бюллетень – это по одномандатному избирательному округу, где будет пять кандидатов, и нужно будет избрать одного из пяти, проголосовать за одного кандидата. И также получат второй бюллетень, это по краевому списку, или по партийным спискам. То есть избиратель должен проголосовать конкретно за какую-то одну партию. Если будет два и более знаков, или, допустим, перечеркнутые, то эти бюллетени будут считаться недействительными. Но если рассматривать выборы местные наши, муниципальные выборы, то у нас проходят выборы, как я уже сказал, это выборы глав сельских поселений, четырех поселений. Это Забойское поселение, Голубая Нива, Протокское и Рисовое. Тут нужно будет избрать одного главу. Значит, поданы заявления в каждом поселении по четыре кандидата. Значит, представляют у нас в основном представители от партии «Единая Россия» и ЛДПР, а также выдвинутые кандидаты путем самовыдвижения. В каждом поселении по четыре кандидата у нас имеется. Но если рассматривать выборы депутатов, то у нас есть выборы депутатов по Маевскому, двухмандатному избирательному округу номер один. Там у нас выдвинуто пять кандидатов. И из этих пяти кандидатов, три кандидата выдвинуты политическими партиями. Это «Единая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР». И два человека путем самовыдвижения. По Славянскому городскому одномандатному избирательному округу номер два у нас, видно, четыре человека выдвинули. Три человека путем самовыдвижения и один от политической партии «ЛДПР». Вот это то, что есть на сегодняшний день. Но есть возможность у каждого кандидата подать заявление, снять свою кандидатуру. Поэтому сегодня сроки эти еще не вышли. Поэтому будем смотреть. Если кто-то изъявит желание отказаться от регистрации, это его право.